Библейский портал экзегет.ру представляет Наши беседы записываются в Срединской духовной семинарии и размещаются на портале экзегет.ру. Псалом 33. Данный псалом является благодарственным гимном. Благодарственным гимном человека, который был освобожден от какой-то опасности. По структуре данный псалом является неполным акростихом. Как и в 24-м псалме, здесь каждая строчка начинается с очередной буквы еврейского алфавита. Последовательно от алифа до тау. Шестая буква, вав, в стихотворении не представлена. И последний стих тоже несколько выбивается из общей схемы. Поскольку, видимо, автор стремился подчинить структуру своего текста, структуре акростиха, местами, как полагают современные исследователи, несколько отсутствует логика в повествовании. И текст напоминает сборник крылатых фраз, афоризмов. Поэтому мы здесь не встретим четкой логики в развитии событий или в развитии какой-то мысли последовательно от первого стиха к последнему. Скорее, это какая-то художественная зарисовка, картинка, которая живописует, создавая впечатление. Первая часть псалма, 2-4 стихи, это прославление Господа, за которым следует описание личного опыта псалмопевца, когда Господь услышал и избавил от опасностей. Стихи 4-й, 11-й. Основная часть псалма, 12-й, 23-й стихи, представлена в форме наставлений о том, как правильно жить. Здесь очень много параллелей с книгой «Притч». О будущих наградах праведникам и о наказаниях для тех, кто пренебрегает законами Бога. Надписание псалма, псалом Давида, когда он притворился безумным пред Авимелехом и был изгнан от него и удалился, видимо, относится к случаю, описанному в книге царств. Однако, вероятно, в надписании произошла некоторая путаница, потому что именно Анхус, царь филистимского города Геф, назвал Давида сумасшедшим, когда тот притворился безумным в глазах его и чертил на дверях, пускал слюну по бороде своей, ходил на четвереньках, так что его Анхус отправил в сторону, сказав, у нас и самих полно безумцев. Ну, вот тем самым Давид как бы скрылся от Анхуса, не желая быть узнанным. В Ветхом Совете упоминаются три человека по имени Авимелех. Царь Герарский в книге Бытия, сын Иероваала из книги Судей и священник из Номвы. Он же, скорее всего, сын священника Авиафара. Друг Давида. Вот как раз у него хлебоприложение Давид брал. Можно, конечно, вслед за Вишняковым предположить, что Авимелех – это общий титул филистимских царей. Вишняков разбирает этимологию. Мелех – это царь, Ав – отец с древнееврейского. Отсюда он делает вывод, что Авимелех – это буквально отец царя. Отец царя. И предполагает, что как слово «фараон» было общим титулом для египетских царей, как титул «цезарь» был одинаковым для римских императоров – Августов. Точно так же и Авимелех было общим обозначением всех филистимских царей. Но, скорее, это все-таки натяжка. Вероятно, в надписании перепутаны имена. И вместо Анхуса указан Авимелех. Почему? Можно только гадать. В самом Псалме есть перекличка сюжетная и идейная как с тем, так и с другим сюжетом. Теперь рассмотрим последовательно стихи данного Псалма. Второй, четвертой стихи. Псалом начинается с похвалы. «Благословлю Господа». Значит, я буду славить Господа. Понятие «Господь» объединяет разрозненные стихи Псалма в единое целое. Это слово встречается почти в каждом стихе Псалма, за исключением, наверное, шести стихов. Выражение «моя душа» означает просто «я». «Душа моя», то есть «я сам буду хвалить Господа». Кроткие по второму стиху. Это буквально согнутые до земли. Униженные. К сожалению, здесь русский перевод нас вводит в некоторое заблуждение, потому что разные понятия Ветхого Завета порой бывают передаются одним и тем же словом в русском переводе. А эти слова имеют разные оттенки. Так вот, в данном случае кроткие – это демитральная противоположность к коварным, гордым и богатым. Такие кроткие не получают помощи от людей. Это не означает, что они бедные, бомжи, материально обездоленные. Автор псалма призывает их прислушаться к его словам, возрадоваться и вместе с ним провозглашать величие Господа. Следовательно, кроткие – скорее это намек на членов храмовой общины. Стихи 5-6. Основываясь на собственном опыте, псалмопевец свидетельствует, как Господь заботится о тех, кто доверяет Ему и призывает Его, когда нужна помощь, тех, кто почитает Его. Слово «взыскал» имеет очень большой спектр значений. Направился на поиски, провел расследование, затребовал отчет, вознамерился, наконец обратился в молитве. Господь услышал, значит, дал ответ, выполнил то, о чем Его просили. Чувство страха и неуверенности, на которые намекает термин «опасность», видимо, было вызвано внешними угрозами. Господь освободил от тех людей, которые наводили ужас. Обращать взор означает ставить себя в зависимость от кого-то, что предполагает определенную степень доверия к тому, на которого обращает данный человек взор. «Обращающие ко Господу свой взор просвещались», то есть буквально сияли, их лица начинали светиться от радости. Их враги, напротив, были постыжены и повесили голову от стыда. 7-8 стихи. «Нищий возвал, и Господь услышал и спас его». Те же мысли имеются в других стихах, 4-м, 17-м, 19-м. Такое повторение одного и того же образа «услышал и спас» объединяет разные тексты псалма в единое целое. И вот в этом как раз мы видим характерный для еврейской поэзии параллелизм, где главная мысль высказывается не в конце, не в эпилоге, не в постскриптуме, а в самой этой аллитерации или игре слов и понятий. В этом случае смысл нужно искать в ключевых словах, которые могут стоять в начале, в середине, в конце или просто повторяться на протяжении всего текста. Выражение «ангел-господень» в псалтыре встречается редко. Только здесь и в 5-м стихе 34-го псалма упоминается ангел-господень, который проявляет заботу о боящихся Господа, защищает и сохраняет в безопасности. Ангелы по Библии – это небесные вестники, посланники, которые возвещают Божие определения и защищают избранный народ. Стихи 9-й, 10-й. Псалма-певец призывает народ протестировать, буквально вкусить и увидеть благость Господа. Апостол Петр, опираясь на греческий перевод Ветхого Завета, цитируя по септуагинте, буквально повторяет эти слова. «Вкусите и увидите, якобы благ Господь». Если вы поставите перед собой два греческих текста Нового Завета и перевод септуагинта Ветхого Завета, то вы увидите буквальное калькирование в словах Петра, данного сама в греческой версии. Современные исследователи подмечают, что понятие «вкус» во многих языках имеет только одно значение — наслаждаться едой или питьем. Поэтому при переводах на другие языки выражение «вкусите и увидите». В современных переводах этой фразе даются нередко иные оттенки, более смысловые. Например, смотрите и научитесь. Слушайте, чтобы узнать. Вкусите и видите. Когда Давид приходил к священнику Ахимелеху в Номву, он нуждался в еде. От великой нужды он взял хлебы-предложения, которые никому нельзя было есть, кроме как священникам, поскольку простого хлеба у Ахимелеха не было. Глагол «нуждаться» — испытывать недостаток, употребляемый в Псалме 33, напротив указывает, что его автор не нуждается нужды, не испытывает нужды. Следовательно, здесь повторение каких-то идей из книг Царств на неком новом уровне. Тогда у Давида была нужда, а сейчас, когда он пишет Псалом, в нем у него уже нет нужды. Скинны, молодые львы, считались самыми сильными из всех животных. Но даже они, как видно, по 11 стиху страдают от голода и нужды. Напротив, боящиеся Господа, ходящие в непорочности, не лишаются всяческих благ. Эту мысль повторяет апостол Павел в следующих словах. Любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Поскольку дальше псалмопевец говорит об обучении в страхе Господнем, наставлении в страхе Господнем, значит, благо, в которых нуждаются боящиеся Господа, это не только телесные, но и духовные. Это соответствует идее из книги Второзакония, что ни одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Такими словами Иисус Христос возражал дьяволу, когда тот искушал его предложением превратить камни в хлеба. В древних переводах вместо понятия «скимен» появляются «богатые». Отходя от буквы текста, от буквального восприятия льва как некого животного, переводчики, видимо, хотели показать читателям богатых, то есть показать людей, которые, как львы, дерзкие и агрессивные. И тем самым в переводе мы видим некое противопоставление самонадеянных нечестивцев людям, богобоязненным, ищущим Господа. Уподобление богатых львам преследующим добычу можно также встретить в 9-м псалме. Стихи 12-15. Во второй половине псалма, как раз я уже вам говорил, что вторая половина псалма напоминает сборник притч с 12 по 23 стих, псалма-певец становится учителем, мудрецом, наставляющим своих слушателей правильному образу жизни согласно законам и заповедям пятикнижия. И это образно выражается через понятие «страх Господень». «Сыновья» — это вообще-то традиционный термин для книги притч. Так обращался обычно учитель к своим ученикам. Кстати, Христос в этом отношении ведет себя как типовой мудрец, как типовой учитель, когда обращается к своим ученикам со словами «дети». То есть он в представлениях иудеев того времени был реальным раввином, мудрецом. Вопрос в 13-м стихе. «Хочет ли человек иметь долгую и счастливую жизнь?» Безусловно, риторические. Нет никого, кто не хотел бы радоваться жизни. Может быть, конечно, вы в этом сомневаетесь, но я нет. Подразумеваемый ответ на заданный вопрос тоже риторический. Все хотят быть счастливыми, все хотят иметь крепкое здоровье и непрестанно радоваться. Намекая на то, что сейчас будет как бы предложен рецепт, как стать счастливым, псалмопевец словно побуждает интерес у читателя читать дальше, слушать дальше, сосредоточить свое внимание. Радость и счастье по его учению приходят в результате соответствующего образа жизни. Удержи язык твой от злословия. Делай добро, будь миролюбивым. Такие идеи мы встречаем в 13-14 стихах. Мир, о котором здесь идет речь, это не просто прекращение враждебности между людьми. Это наличие условий, которые способствуют процветанию, здоровью, счастью и общему благополучию. К такому миру необходимо стремиться, усердно трудиться, чтобы мир был среди людей, примирять враждующие стороны. Удержать себя от мести было одним из принципов жизни Давида, который предостерегал свое окружение от мести царю Саулу. Стихи 13-17 Псалма являются основой для первого послания апостола Петра. «Мир мой даю вам», говорил Христос своим ученикам. И вообще потому мир, узная, что вы мои ученики, если будете иметь между собой этот мир. Стихи 16-17 Близость Господа людям передается в Псалме через антропоморфные метафоры. То есть те метафоры, в которых Бог описывается как бы через человеческие черты. Бог словно имеет глаза и уши, чтобы видеть поступки хороших людей и прислушиваться к их крикам, мольбам о помощи. Напротив, негодование Господа по отношению к злодеям выражается в том, что он буквально отворачивает от них свое лицо, в результате чего они умирают и память о них изглаживается. Выразительный глагол истребит используется также в 11-м Псалме, по которому истреблению подвергаются не абстрактные злодеи, а те, кто превозносится над слабыми и имеет листивые уста. Память о них изглаживается с земли, что означает, что об их существовании впоследствии никто даже не будет вспоминать. Следующие стихи 17-19 праведники по 17-му стиху буквально кричат. Вполне возможно, что причины их вопля были упомянуты выше злодеей. Господь слышит крики притесняемых, избавляет и спасает оскорбей. Выражение «близок Господь» подчеркивает его внимательность, готовность помочь спасти свой народ. Сокрушенные сердцем и смиренные духом это не просто обескураженные люди, которые потеряли надежду, потому что их желудки пусты. Кстати, как-то не парадоксально, но в некоторых современных переводах именно этот оттенок подчеркивается в отношении того, по какой причине они сокрушены. сокрушенные сердцем и смиренные духом это такие праведники, которые, если следовать 50-му псалму, каются в содеянных грехах и с терпением переносят житейские трудности. Скорби по 20-му стиху это многоразличные беды, страдания, несчастья, неприятные ситуации, неудачи. И так уж получается, что с хорошими людьми случается много плохого. От этих бед Господь, конечно, может избавить, но это не означает, что при каких-либо условиях Он запретит раз и навсегда плохим вещам случаться с хорошими людьми. Скорее, Он не допустит, чтобы Его праведники были физически побеждены или морально уничтожены многоразличными проблемами. Образ костей, ни одна из которых не сокрушится, намекает на пасхального ягненка, мясо которого необходимо было съесть, не ломая костей. Об этом пишется в книге Исход. Автор псалма поэтически обыгрывает этот образ непреломленных костей и Он вливает в него новый смысл. Господь тщательно оберегает праведников, не позволяя врагам причинить телесный или духовный вред. Подобную же мысль приводит Иисус Христос в рассуждении о том, что у человека на голове сочтены все волосы и без воли Отца Небесного на землю не упадет ни одна из малых птиц. В Евангелии от Матфея есть такая фраза «Не две или малые птицы продаются за сарий». Мы до сих пор не понимаем о каких птицах идет речь. Были попытки перевести это понятие птицы как воробей, но и скорее некоторая натяжка. Так вот образ падения вниз напоминает нам гнездо. Маленькие птенчики вот где-то там в гнездышке не сидят и в любой момент прилетит ли хищник, подует ли ветер или надломлится или какая-то тростинка, на которую они опираются. Они могут улететь вниз. Так вот жизнь этих маленьких птенчиках в руках Господа случайно птичка не упадет. Волосы на голове у человека сочтены. Следом, Господь уж точно знает, что случается с человеком. Иоанн Богослов соединяет идею пасхального Агнца с той интерпретацией, что Господь не даст праведникам претерпеть какое-то сокрушение костей. В том, что голени распятого Иисуса не были перебиты на кресте, апостол Иоанн усматривает мессианское исполнение псалма. Он пишет буквально «да сбудется Писание, кость его да не сокрушится». В этом случае мы видим, что в устах Иоанна Богослова вот этим самым Писанием, которое пророчествует о Спасителе, является псалом, а не какая-либо из книг пророков и не пятикнижия Моисея. 22 стих «Зло убьет грешника». Иначе говоря, злые планы злого человека в конечном итоге уничтожат его самого. Ненавидящие праведника будут сами в себе осуждены. Глагол «погибнут» говорит о наказании, страдании за собственную вину. В некоторых латинских экзогетических сочинениях, как у Блаженного Августина, мы встретим начатки той идеей, что они буквально будут искупать свою вину. То есть они претерпят страдания в качестве повинности за совершенный грех. Это латинский перевод соответствующего слова «погибнут» древнееврейского текста. Последний, 23 стих. «Те, кто доверяет Господу, не будут осуждены, в отличие от тех, которые ненавидят праведных». завершается псалом заверением в безопасности праведников, которые здесь называются рабами Божьими, по-другому слугами Божьими. Господь избавит, буквально выкупит, как выкупают отданные под злог вещи. Хотя русское слово «выкуп» подразумевает некоторую цену, уплаченную кому-либо за освобождение человека, находящегося в плену. Однако в данном псалме наверное такой идеи все же нет. Скорее, как и в 24 псалме здесь речь идет об избавлении от скорбей, а не о принесении какой-то умилостивительной жертвы дьяволу или каким-то альтернативным богам. Уже в Древней Церкви 33 псалом пелся за литургию во время причащения верных. Об этом говорят нам апостольские постановления. Мысль, которая связывает причащение христиан со словами псалма, заключена в соответствующем толковании слов «вкусите и видите якоблах Господь». Слова «благословлю Господа на всякое время» и сейчас поются за литургию прежде священных даров. После дьяконского возглашения со страхом Божиим и верою приступить непосредственно перед причастием. За всеночным бдением данный псалом поется до 12 стиха. При этом предполагается, что сразу после совершения литии, после того, как священник прочитал молитву на благословление хлеба, который укрепляет телеса совершающих всеночное бдение, чтобы до утра они достояли, досидели, дожили. Так вот, когда поется 33-й псалом, предполагается, что в этот момент священник будет раздавать эти хлеба. У нас сейчас раздают эти хлеба уже после помазания, то есть после совершения полилея, и там кусочки хлеба омакают в вино, потому что мы освящаем один или несколько хлебов и потом режем на части. вполне возможно, что в древней церкви была целая груда просфор, и после того, как священник прочитал над ним молитву, тут же во время пения псалма всем проходящим, подходящим из корзинки эти просфорки раздавались, ну, в кавычках просфорки. Между прочим, этот псалом по уставу должен петься и в конце божественной литургии, когда верные, подходя к пресвитеру, должны получать от него антидор в греческой церкви и сейчас в самом конце литургии освященник не дает целовать крест, но раздает антидор. Вот раздает антидор. Это должно совершаться, по идее, во время пения 33-го псалма. Эти священные хлеба, раздаваемые за богослужением, безусловно, служат залогом обильных благословений от Господа, боящимся его. При этом предполагается, что уповающие на Господа не только сами не лишатся всякого блага, но и будут иметь избыток земных благ, которыми смогут поделиться с нуждающимися, как об этом говорится в одной из молитв «Таинство венчания». Итак, 33-й псалом я потому столько времени ему уделил, потому что мы его часто слышим за богослужением. Он очень красивый, он воодушевляет нас, укрепляет. Если представить себе, что раздача хлебов завершается вечерняя за всеночным день, то предполагается, что в этот момент человек совершает перерыв, выходит на улицу погулять, идет домой до совершения утренней и конец литургии. Отсюда мы видим, как в христианском богослужении, как в православном богослужении через определение своего места псалма он интерпретируется. То есть на этой радостной счастливой ноте благодаря Бога человек исходит из храма. Это последнее, что он слышит. И следовательно, это тот эпилог на то, что должно запасть в душу, настроить человека на жизнь в миру. Он пришел в храм, он молился с украшением сердца, пелся 50-й псалом, он каялся о своих грехах, он слушал, что получалось в Евангелии. Но когда он уходит из храма, он благодарит Бога, он радуется, он воодушевляется до следующего прихода в храм. Но что мне еще важно подчеркнуть, как в предыдущем, как и в этом псалме, я потому столько много говорю об условии и, что вот эти самые дары многочастные, многообразные, которые Господь дает человеку, они даются при условии при условии соответствующей жизни. Часто неофиты приходят в храм с традиционным словом «дай», и даже удивляются, что священник, как инквизитор, начинает испытывать их совесть. «Да что вы такой, батюшка, говорите, грешна, как все люди, тем самым себя оправдывая, извиняя, что я не хуже, чем прочие человецы?» Посмотрите, как критикуют хотя бы такие маленькие пороки, как ложь, автор того или иного псалма. Такой человек ставится в ряд с нечестивцами, клеветники, злословцы приравниваются к преступникам. И в этом случае мы понимаем, насколько дороги для нас должны быть слова спасителя, что за каждое праздное слово мы дадим ответ. А у нас часто люди приходят на исповедь не то, что не каются в праздных словах, в гигантских поступках не каются, в таких о которых сложно сказать. Начинает человек говорить на исповеди о том, что его посещают какие-то нечестивые помыслы, а потом, когда священник вытряхивал с него грехи, оказывается, что эти помыслы не просто сопряжены с грехами, то есть с делами, о которых стыдно и говорить, а человек в этом живет и думает, ну, как бы природа такая, не могу себя победить. Простите, батюшка, и, кстати, капричасти допустите, я же готовился, а как ты готовился? Ну, сегодня не завтракал, ну, великую, конечно, жертву, чьих Богу принес, сегодня не завтракал. Так что нам нужно иметь в виду, что потому часто мы жалуемся, что наша молитва не услышана, потому что ответ на молитву предполагает условие. А так, молодожены залетели в храм, батюшка, обвенчай. Ну, почему? Потому что красиво, и заодно там избавь нас от всякой кармы, прочисти чакры, детки пусть у нас родятся благополучные, как заклинание. А еще какие хорошие слова батюшка говорят, чтобы блага у них были изобильные, чтобы могли подавать нуждающимся. Да, да, вот земные блага в изобилии, это то, что нам как раз очень нужно. Да, вот правильно, батюшка, считаешь слова, вот это нам и нужно. А перстень, как Иосифа, да, заодно посмотрели на свои золотые колечка, и перстенечек тоже упоминается в Библии. Все правильно. Условия только есть в этих детках и благах, и в самой благодатной жизни, и ответит Господа. Жизнь должна быть непорочная, а древни к этой непорочности, они уже в Ветхом завете суровые, не просто строгие, но жесты, это слово, они серьезные требования, один только язык чего стоит. Ну, вы помните, да, апостола Павла, что язык маленькая часть тела, маленький член, а сколько зла приносит на меч, он похож, который может и резать и исцелять вот так. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok